Добрый день! Сегодня я бы хотела осветить такой маленький вопрос, который я очень часто получаю еще со времени существования моего канала. Это расскажите о себе, как вы приехали в Канаду, по какой программе и кем вы были до приезда в Канаду. Ну, давайте постараюсь в двух словах рассказать. Итак, в Израиле я прожила более 13 лет. Приехала я в Израиль с Украины после школы сразу с мамой. В Израиле я закончила первую степень по предмету политические науки и государственное управление. И так сложилось, как и очень часто, кстати, складывается это по жизни у многих. И в любой стране не пришлось работать по специальности. А я продолжила работать и тем, кем работала во время учебы. Это в области Human Research, что называется отдел кадров. Или, как сегодня вы все знаете, что существует агентство по рекруту разных работников. Я занималась областью логистики, производства и администрации. Значит, так я проработала 5 лет. А последние 2 года я работала, значит, тим-лидер, который сидел в отдельном бранче, в отдельном филиале. И у меня подо мной было 4 работника. Вот. Это моя история. И как попала я в Канаду на основе чего, на основе какой программы я могла бы попасть. Это человек, тоже называется Skill Workers. Это люди, которые с образованием и с опытом работы, которые хотят приехать в Канаду. Вот таким образом я попала. Ну, естественно, я была не одна. Мы были с мужем и с ребенком. Вот. Муж ехал по той же специальности. Ну, муж о себе расскажет как-нибудь в каких-нибудь других передачах. Но в двух словах он программист. Вот. Вот что касается меня. Когда мы приехали, мне пришлось несколько месяцев посидеть с ребенком, пока мы там обустроились. Там поняли, в какой садик его отдавать и так дальше. И затем, когда он пошел в садик, я пошла учиться, потому что я поняла, что в Канаде желательно иметь канадское образование, хоть какое-то, да, хоть какой-то сертификат. Потому что, смотрите, неважно, в какую страну вы приезжаете и из какой страны. Важно, что вы можете предложить работодателю. И работодатель в любой стране будет, как сказать, уважительно относиться, если вы уже, будучи в новой стране, получили какое-то, хоть какое-то образование. То есть, чем выше образование, тем, конечно, для вас больше плюс. Но любой, даже маленький сертификат уже добавляет вам больше шансов для нахождения работы и какое-то даже вот такое своеобразное уважение со стороны работодателя. И я пошла, то, что мне показалось на тот момент более интересным, потому что я поняла, что я хочу немножечко полностью поменять свою специальность, то есть не заниматься больше human research. И я пошла в область логистики, но это была не совсем только логистика, то есть это international trade, ведение бизнеса, да, на интернациональном уровне. И у нас там очень много интересного, чему научили. Учеба длилась полтора года, каждый день, то есть это full time было обучение. Мне также довелось получить стипендию, получать в течение этого времени. На самом деле учиться, как бы, скажем так, официально ходить в колледж я уже закончила, но сейчас я прохожу необходимую стажировку для того, чтобы получить этот диплом. Здесь, кстати, не один диплом, который диплом имеется в виду, ну, как даже некоторое университетское образование, но здесь в любое не университетское образование требуют стажи, стажировку, internship, то, что здесь называется. И вот сейчас я прохожу такой internship. Значит, работаю я на такую достаточно большую не компанию, а ассоциацию, которая связана с окружающей средой. И я занимаюсь их сайтом, разным контентом, улучшаю, потому что они ездят, у них есть разные такие трейд-шоу, выставки по всему миру, и каждому такому трейд-шоу нужно подготавливать материалы. Вот я этим занимаюсь. По большому счету стаж это 300 часов. И для тех, кто работает в организации, которые вот от и до сидят и работают, у меня так совпало, что моя организация, моя ассоциация, им достаточно того, что у меня есть компьютер, я могу работать из дома, они знают, что у меня маленький ребенок, и они, в общем, пошли мне на встречу и разрешили мне так работать издалека, скажем так, не посещая и не приходя в офис. То есть, может быть, у нас есть иногда какие-то там встречи, какие-то для того, чтобы что-то более серьезное обсудить. Но по большому счету мы работаем через переписки, имейлы, телефоны, в общем, компьютер. Вот. И по идее я должна уже через два месяца его закончить. Ну вот это немножечко обо мне, о том, чем я занималась в Израиле, как я попала в Канаду, вы уже знаете по какой программе, и что я уже, в общем-то, делаю здесь в Канаде. То есть, вот так вот вам вкратце, чтобы у вас было представление. И если у вас есть какие-то вопросы именно по конкретно чему-то, что я не ответила именно в этой теме, вы можете, пожалуйста, внизу под этим видео в комментах написать вопрос или написать что-нибудь, что бы вам хотелось. Пока-пока!